Итак, китайский рынок рухнул на 7-8% с момента его открытия. И хочу сказать то, что это нормально. Почему? Потому что на предыдущей неделе китайский рынок был закрыт. Ну кроме Гонконга. Гонконг это вообще отдельно взятая автономная территория. И вот сегодня китайцы, они отыграют то падение, какое было на предыдущей неделе вообще на всех фронтах. Тем более китайский регулятор на поддержание своего рынка сегодня залил 173 миллиарда долларов. А это примерно 1,2 триллиона юаней. Ну по последним новостям опять же. И главный момент, что еще китайский регулятор запретил шортить рынок и на сумму, на огромную сумму, на продажу должно быть согласование. Потому что если бы он этого не сделал бы, если бы он не влил сумму на поддержку рынка 173 миллиарда долларов, давайте в баксах говорить, и не запретил бы шорты в массе своей и не поставил бы ограничения на продажу, то 7% сегодня могли бы показаться бы там 10, 12, 14% падения отыгрыша за предыдущую неделю. Так что китайский регулятор все сделал правильно. Респект ему. Вот. И в целом сегодня еще рынки постепенно отскакивают. Особенно фьючерсы на S&P 500, на европейские акции, на германские. То есть сейчас я усмотрю на инвестинге. Германия плюс 0,46 фьючерс, Евростокс 0,77, Франция 0,67, все в плюсе. ФТСЕ ломанская биржа 0,71, Швейцария 0,5 в плюсе, S&P 0, ну тоже 0,5 в плюсе, Dow Jones в плюсе, Nasdaq в плюсе, Руссел тоже в плюсе. Ну грубо говоря, все пошло чисто на отскок. Так что это позитивно, это норма. Коррекция, она идет сейчас волнообразно. На ММВБ это хорошо прям видно. Вот. Падение, отскок. Падение было. И теперь опять отскок. Ну и так, примерно до стратегической отметки 2,930. Вполне реально. Может даже он где-то выше развернется. Отмечу сейчас то, что многие инвестдома призывают люто шортить рынок. И сейчас также пошли призывы на покупку валюты. То есть для меня лично это сигнал к тому, что разворот где-то постепенно приближается. Это он вот очень рядом где-то находится. То есть да, нового бычьего цикла рынка осталось совершенно недолго. Допуская то, что вот этот месяц еще будет какое-то падение такое волнообразное. Падение отскок, падение отскок. Но потом, я думаю, все опять развернется и начнется новый бычий цикл. Так и надо понимать, что рынок он цикличный. За медвежьим циклом следует бычий цикл. После бычьего опять медвежий. То есть все работает как по спирали. В кругу. Сегодня я на предаукционе выкупил Северсталь по 910 рублей. Ну там я выкупил 1%. Следовательно, моя основная позиция Северсталь представляет 5% из 10. В чем суть? Я также делал пост на телеграм-канале Саймонов Биржевик. И я постепенно, повторяюсь, готов выкупать Северсталь еще ниже. Почему? Потому что есть основания полагать то, что фигура голова и плечи, она себя уже начала постепенно отрабатывать. То есть ее основная поддержка, то есть откуда фигура начала появляться, отметка 880-874. То есть в идеале хорошо бы припасть еще с дальнейшим уже походом вверх. То есть так или иначе эту фигуру отработать. Сегодня, кстати, на российской сессии, до европейской сессии осталось 40 минут еще, неплохо себя отыгрывает Росгидро, Северсталь, повторяюсь, Россети. То есть в них выкупает полноценную просадку. И особенно себя неплохо чувствует Аэрофлот. Я уже говорил, почему Аэрофлот себя будет чувствовать неплохо, потому что Китай рейсы, они не закрылись массе своей. И нынешняя просадка по нефти для Аэрофлота является большим плюсом, потому что компания так иначе экономит. То есть издержек на покупку керосина становится все меньше, меньше и меньше. И нефть в моменте, она спускается уже на 1%. На фоне того, что спрос, то что предложение превысило спрос. Все. Больше других акцентов нет. Поэтому глобальная поддержка для нефти, отметка 50. Но мы сейчас находимся в коридоре 55-60, и пока я здесь думаю, будет какая-то консолидация идти. Пока пробивать поддержку 55, я считаю, еще рано. Но будем смотреть, будем думать. ВТБ, кстати говоря, пришел на одну из своих поддержек локальных. Это 0.045835. Вот. В целом, я повторяюсь, ВТБ сохранится все еще бычий цикл, бычий тренд. И коррекция идет сейчас локально внутри этого бычьего тренда. Основные поддержки это 0.045 и 0.044. То есть отсюда, я считаю, самый резон ВТБ докупать. У кого он имеется. И даже, наверное, с нынешних отметок, с отметки 0.046 и ниже, ВТБ покупать. То есть лестницей. Понемножку. Но я лично ВТБ пока не собираюсь докупать. У меня все-таки находится портфель с июля. Имеется в виду вообще с портфеля с июля. Потому что у меня, например, был на БКС, а я с БКС в октябре и в ноябре перешел на ВТБ. Вот. И моя средняя цифра по ВТБ сейчас составляет 0.041. Там 300, по-моему. То есть я пока ВТБ даже выкупать не собираюсь. То есть как он только придет на отметку, к примеру, 0.044, я здесь покупаю спекулятивную часть. Куплю. Вот здесь 0.044, 0.045 придет, выкупая спекулятивную часть. Ну и дальше уже по тренду можно идти вверх. Ну и FUSAGR сегодня тоже открылся дивидендным гэпом. Как я и говорил ранее, отметка 2420. Посмотрим, как FUSAGR себя отыграет, как он закроет этот гэп. Потому что с точки зрения фундаментальных характеристик компаний все в порядке. С точки зрения техники пора бы закрывать уже дивидендный гэп. И сами дивиденды от FUSAGR поступят примерно через 2-2,5 недели на счета. Но я думаю, брокеры, они оповесят об этом. То есть придет оповещение смс. Ну и BASH нефть стоит сейчас на своей поддержке 1750. В целом это позитивно. Почему? Потому что поддержка себя хорошо отыгрывает. Даже при падении нефти. Вот сейчас вы видите, нефть падает. BASH нефть радикально не проседает. То есть все равно по BASH нефти имеется сама непосредственно стратегическая идея. И те, кто акцентствует на BASH нефть, они полагаются на эту идею. Это Минфин. Это законопроект о дивидендах в размере 50% от чистой прибыли на дочерние предприятия. BASH нефть – дочерние предприятия Роснефти. Поэтому я из всех нефтяников держу именно BASH нефть. Потому что корреляция с нефтью у нее не такая максимально волатильная, какая имеется на других эмитентах, как «Газпромнефть», «Роснефть», «Татнефть» и прочие компании. А, кстати, и последний еще Тиньков. Хотелось тоже про него сказать. Сейчас цена Тинькова за акцию 23 доллара 84 цента. Тинькову хорошо бы закрыть именно этот гэп. Вот здесь вот. До отметки 23 доллара 30 центов. Закроет гэп, можем докупить здесь и пойти по восходящему каналу выше. Потому что его сейчас только из-за того, что его собираются включить в мае в индекс MSCI. И как только его включат, вопрос будет в другом. Разгон будет от какой цены? Фондами, которые в Тиньков зайдут. То есть от отметки 30 долларов за акцию или от отметки 25-27 долларов за акцию. За депозитарную расписку. То есть тут уже вопрос такой философский в каком-то плане. Поэтому и Тиньков банк я тоже постепенно выкупаю. И данной коррекцией я активно пользуюсь. В целом резюмирую и напоминаю еще раз. Сейчас, еще раз повторяюсь, пошла активация инвестдомами. В сайты разные инвестдом блогеров, которым выгодно, чтобы народ пришортился максимально крупно, максимально сильно. Потому что следующий бычий цикл, как и все предыдущие бычьи циклы, он будет ознаменован выносом шортистов. То есть сейчас они призывают шортить, они сейчас призывают вливаться в бакс. Типа все плохо, начинается условно кризис, рынки будут падать и дальше, ММВБ рухнет, СНП рухнет. Коронавирус будет предвестником нового кризиса, который будет супер кризисом. Вот я вчера статьи читал и офигел просто от циничности и от дури полной в этих цитатах. В новостях, то есть. Поэтому данная коррекция, она временная, так как важно понимать то, что печатные станки все еще работают. И они поддерживают рынки. Это от ФРС, это от ЕЦБ и это от Банка Японии. Ну и сейчас подключился уже Центральный Банк Китая. Так что резон по поддержанию рынка все еще имеется. Поэтому подешевевшие активы я постепенно выкупаю. Ну и выкупаю я их на спекулятивный средний срок до июля 2020 года. Да, лета 2020 года, даже так можно сказать. Ну а дальше посмотрю, что с ним делать. Будет хороший профит, вероятно продам. А может быть что-то я и на такой долгосрок в принципе оставлю. Но тут надо же думать. Надо смотреть по рыночной ситуации. Как говорится, рынок себя покажет. На этом все. Подписывайтесь на канал Саймонов Биржи, канал о рынке акций. У нас основы биржевой торговли, аналитика, обзор акций и облигаций, технические фундаментальные, разборы ETF, индексов фондов, а также торговые идеи. Помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотная стратегия, наши главные союзники. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok